Слава Украине! Привет всем от Полонского! Ребята, еще одна Бавовна. Вы сейчас скажете, так это боевой просто эпизод, и это не Бавовна. Ну да, возможно, это просто боевой эпизод в Авдеевке. Сегодня буквально произошел, утром. Но да, по Авдеевке наши работают, так что там еще все впереди. Неважно, смотрите, вот эти боевые эпизоды бывают такими, что они определяют дальнейший ход войны, или геймчейнджеры, или еще что-нибудь. То есть, то, что меняет правила игры. Вот о чем идет речь. Сегодня наши в Авдеевке применили планирующую бомбу с самолета. Обычно мы знаем, что это прерогатива расистов. Они обычно применяют против нас вот эти бомбы планирующие. Они у них неточные. Все это мы прекрасно знаем. То есть, у них бомба может полететь и за 100, и за 200 метров от цели. Иногда и за полкилометра. Запросто. Помним их тщетные попытки сбросить наш десант под Антоновским мостом в Херсонской области. Что они только не делали, сколько они туда бомб не кидали, ни одна не прилетела туда, куда надо для них. Летели туда, куда надо для нас. Так вот, в данной ситуации, кстати, видео на это дело, пожалуйста, в описании к данному ролику можете перейти посмотреть, как обычно. Так вот, мы сработали не американской бомбой, Джей Дам, которую американцы нам время от времени передавали. Они у нас еще есть в каком-то количестве. Все знаем, как Америка нам сейчас типа помогает. Но, а французскую бомбу, которая называется ААСМ, ну вот какое-то такое у нее название, я не знаю по-французски, как там ее правильно сказать. Это 250-килограммовая бомба, очень точная. И вот на видео в Телеграме как раз показана отработка по цели. То есть, расширцы зашли на Коксахим, а в одном из цехов там они Шалман свой, как говорится, обычно создали личный состав, определенные вородовые припасы занесли и так далее. Ну, все как полагается, нашли более-менее целое помещение, решили его использовать. Наши об этом узнали. Была запущена с самолета, вот эта планирующая бомба ААСМ. Объект был полностью уничтожен, понятное дело. 250 килограмм взрывчатки мало не покажется. Да, так вот. О чем пойдет речь? Дело в том, что, видите, мы очень долго рассчитывали только на американцев. Да, они нам передают эти бомбы для Джейдам. Они нам передают то, что было еще заказано в прошлом году. Бомбы, которые запускаются с Хаймарсов, да, это есть. Но, видите, хорошо, что начали работать французы. Еще вот где-то, наверное, около месяца назад французский министр обороны говорил, что мы будем передавать Украине планирующие бомбы. И мы так думали, а когда же они появятся? Ну, хорошо, настолько есть американские. Оказалось, они уже у нас есть, и они уже отработали в Авдеевке. Сегодня вот попадание было очень точным и качественным. Соответственно, вот очень хорошо, когда диверсифицируются поставки, потому что, извините меня, надеяться только на одних союзников, у которых, как оказывается, внутренние распри и внутренние склоки гораздо важнее, чем помощь союзникам, то надо иметь других союзников, все, что я могу сказать. Вот, и хорошо, что Франция сейчас начала занимать такую позицию, то есть выходить из тени. Вообще Европа начала выходить из тени, потому что поняли, что когда в Америке придет к власти Трамп, то такая страна, как США, исчезнет с мировой арены, она останется локальной, местечковой какой-то там страной. Ну, большой, таки Индонезия большая тоже страна. Мы ее где-то видим, не видим. Вы будете надеяться в каких-то вопросах на Индонезию? Конечно, нет. Хотя там тоже живет много людей. Но она ничего не решает. Так и Америка с приходом Трампа, она будет полностью нивелирована и надеяться на эту, так сказать, страну будет наивно и глупо. Соответственно, нужно иметь нормальных союзников, а не таких, как вот эти, не исключено. Я все-таки надеюсь, что этого не произойдет. Но если произойдет, значит произойдет. И хорошо, что у нас есть такие французские замечательные бомбы. Соответственно, Франция увеличивает свою помощь, свою лепту в победе Украины. Ну, а мы будем отрабатывать, как говорится, на все это дело. Но американцы пускай думают или пускай не думают, честно говоря. Надеяться, знаете, на то, что будут думать люди, которые голосуют за Трампа, ну, вряд ли приходится. Скорее всего, там и думать нечем.